Девочки, всем привет! Сегодня у нас манго. Я соберу для вас очень и очень много образов для вашего вдохновения. Образы будут именно на теплую осень. Зимних вещей, вот прям зимних-зимних, еще мало в магазинах. Поэтому образы получились, я бы сказала, на теплую осень, на теплую зиму, на раскрытие, на теплую осень. Галстуки вот сейчас на пике популярности. И я пару образов обязательно забрала с галстуком. На самом деле, манго в этот раз меня очень, прям вот очень порадовала. Коллекция очень и очень хороша. Много вещей стильных, хорошего качества, актуальных. В итоге, естественно, собирать образы в этот раз для меня лично было одно удовольствие. Хочу напомнить, что на все вещи, которые я буду примерять в примерочной, все ссылки будут ждать вас под этим видео. Первый образ. Первый образ, если у вас нет дресс-кода, отлично подойдет в офис. Здесь у меня джинсы. Джинсы средняя посадка, средней плотности деним. В манго хорошие джинсы. Единственное, если у вас невысокий рост и туловище длиннее, чем ноги, тогда нужно добавлять, вот как у меня, каблук. У меня здесь линбеки, босоножки. Могут быть вместо босоножек туфли-лодочки. Любые туфли. Даже могут быть на массивной платформе какие-то туфли-лоперы, например. Рубашка внутри, галстук и поверх у меня жилет. Это жилет. Я сначала думала, это манишка. Нет. Чем отличается манишка от жилета? Манишка сбоку, она не сшита. Здесь сшита. Походу, это жилет. Единственный такой момент, жилет был всего в одном размере. Их было много, но один размер был XL. Я взяла вот один размер. Маленьких размеров вообще не было. Ну и вот получился такой образ. Дальше у нас образ не менее очень мне тоже нравится. Здесь у меня бежевая светлая вертикаль. Бежевый цвет мы носим и осенью, и зимой. Это круто, стильно. Если вы еще добавите к бежевому цвету холодный белый цвет, как я это сделала, это еще будет круче. У меня рубашка внутри белая. И у меня из обуви тупеньки Mary Jane. Я в этот образ еще добавила черный цвет для того, чтобы образ выглядел более стильным. Черный цвет в образе всегда поднимает образ на более высокий уровень. Мне нравится. Мне нравится. Все отлично подошло мне по размерам. И образ получился современный и интересный. Твидовые жакеты. У меня уже две клиенты покупали жакеты такого, ну не точно такой, но такого плана. И обе довольны. Одна девочка покупала костюм с юбкой, говорит, супер. Вообще в Манго хорошие твидовые жакеты, поэтому я рекомендую, если кто-то что-то подобное ищет. Галстук. Галстук на самом деле можно взять у мужа, покупать его не нужно. Хотя он сейчас очень популярен и делает образ более современным, стильным. Жилетка. Как я сказала, был один размер XL. Вы знаете, здесь материал довольно-таки плотный. Трикотаж. Он не тонкий, знаете, не такой, как тянется тонкий. Нет, он плотный. Поэтому сколько вы раз постираете, это я не знаю. Но хорошая жилетка, чтобы вот утеплиться. Если вы планируете жилетку снимать, например, и останетесь в рубашке, тогда рубашку добавляйте какую-то интересную. С широкими манжетами, какого-то интересного кроя. Размер XS. Здесь приталенная рубашка. Я оставила бы себе размер XS, скорее всего, потому что рубашки по длинам, они длинные на мой рост. Поэтому я беру обычно самый маленький размер. Но у меня обычно рубашки размер S. Джинсы. У меня размер 10S. Но в манго мне подходит размер 8XS. Отлично мне подходит размер XS. Манго. Низы, брюки, джинсы. Средняя посадка у джинсов. Средней плотности для ним хорошие джинсы. Как я сказала, если вы не высокого роста, то добавляйте каблук или платформу. Если вы не носите каблук или платформу, и у вас невысокий рост, то тогда нужно брать низы, брюки, джинсы полной длины. Эта рубашка мне очень понравилась. Такие детали интересные. Рюши. Воротник, стойка. Размер XS. Для себя лично на свой рост 1,65 м. Я оставлю размер XS, потому что по длинам на мой рост она очень длинная. Все мои параметры, кому интересно, я оставлю также под этим видео. Жакет очень хорошего качества. Вот правда, очень. Здесь вот реально цена соответствует качеству. Это вообще вещь вне времени. Я взяла размер S, для того, чтобы внутрь еще можно было что-то надеть. Например, водолазку или боди, когда холодно. Эти джинсы подошли мне в размере 8XS. Также джинсы, они, по-моему, похожи очень. Да, они одни и те же, но другого цвета. Бежевый цвет. Взяла именно бежевый, потому что сейчас было и есть. Эти джинсы можно носить, продолжать и зимой, и осенью. По обуви. Эти деним, девочки, но они жесткие. Вот их придется, мне кажется, разнашивать. Это у нас тупли Mary Jane. Размер 37. Походу они идут размер в размер. У меня 37 размер. Но почему-то они мне в пальцы давили. Я не знаю, почему. Может, это так у меня. В общем, надо мерить. И эти слинбеки, босоножки из денима, они здесь размер 38. И они на меня были большие. Поэтому, походу, они идут размер в размер. Очень мне понравился этот костюм. Он женственный. И круто то, что куртку из вида можно носить отдельно. С джинсами, например. С брюками, с кедами, с кроссовками. И вот можно носить костюмом. Я сюда добавила балетки. Костюм – это всегда одна цветовая вертикаль. А значит, эта цветовая вертикаль, тут светлая вертикаль, всегда будет вас страниц. Из обуви тут могут быть фуанты, могут быть балетки, могут быть кеды, даже могут быть кроссовки. Поэтому тут уже все индивидуально. Следующий образ. Также мне очень близок по духу. И очень-очень он мне нравится по-своему. Здесь те же балетки. Здесь джинсы, рубашка. Эти вещи вы уже видели. И поверх рубашки я надела джемпер. Ну и еще завершила образ галстук. Такой, знаете, в кавычках сказать, вроде бы как расслабленный образ. То есть детали в образе играют огромную роль. Галстук сделал свое дело. Фактурные такие балетки. Многослойность. Рубашка видна из-под кофты. Интересной формы сумка. Все эти детали сделали образ интересным, стильным. Ну и плюс все вещи в этом образе сели на меня хорошо. И все вещи актуального кроя. В результате мы получаем стильный, современный образ. Так это всегда работает. Любой образ, который вы собираете, важно все в образе. Дальше у меня здесь юбка из сатина. Длиной максимум мой рост. В манго, сколько я примеряю юбки из сатина, они хороши. Реально хороши. Здесь не тонкий материал. Высокая посадка. Единственный момент. Вот юбки из сатина. Тут если у вас есть нюансы какие-то в районе, где живот пока, и вам хочется это скрыть, тогда нужно брать уже джемпер, куртку, чтобы закрывал. Ну, по длинам, да, смотреть, чтобы закрывал ту часть, которую вам нужно прикрыть. А вообще образ по-своему. То есть сочетаемая с несочетаемым. Мускулинная такая, знаете, бомбер-куртка и женственная из сатина юбка. Всегда, всегда это круто. И завершила образ я сапоги-трубой. Единственное, сумку тут нужно, сумки не хватает. Образ также по-своему интересный и, главное, комфортный. Образ на каждый день. Юбку я примеряла в размере S. Вот юбка как раз идет размер в размер. У меня вообще размер S, поэтому хорошо подошел мне этот размер. Хорошего качества юбка, хороший материал. В общем, все в ней прекрасно. Куртка. Куртка, она сама по себе, знаете, такая объемная. Примеряла я ее в размере S. Поэтому для себя я, наверное, ну, вот, я бы себе лично оставила размер S. Потому что в ней хватает свободы. Получается, она идет размер в размер. Хорошая вещь. Она такая довольно-таки плотная. Вот носить как раз сейчас. Кофту эту, девочки, я вам тут вот сейчас не показала штрих-код. Дальше покажу, я буду еще собирать с ней образ. Джинсы вы уже эти видели. И здесь уже рубашка, галстук, все это вы видели. Единственное, вот джемпер. Вы знаете, в размере S отлично. Хочу только сказать, что такие вещи, они сильно прилегают к телу. И их нужно обыграть. То есть сделать какой-то интересный образ. Потому что если вы наденете просто один джемпер, это будет выглядеть неинтересно. Понимаете? Надо вот обыграть такие вещи. Потому что все-таки сейчас актуальные, такие знаете, оверсайз, свободные, джемпер, свитер. Поэтому такие вот короткие, так, куцы в кавычках вещи нужно, ну, продумать образ. Сапоги-трубы. Это вообще вот эти сапоги-трубы, они вне времени. И они будут вам служить очень долго и никогда не будут из моды. Размер там 36, но я ничего сказать не могу. Ну, то есть, наверное, скорее всего, размер в размер они идут. Дальше образ, опять-таки, я беру за основу, сочетаемая с несочетаемым. Здесь у меня брюки, они со стрелками, офисные, так сказать. И я добавила сюда джемпер. То есть, и еще добавила лодочки. Ну, у меня слинбеки, вы можете добавить лодочки, если нет такой обуви. В общем, сочетаемая с несочетаемым. Обычно к таким брюкам добавляют классический джемпер прямого кроя, да, обычный, базовый. Но я вот решила пойти этим путем. И добавила еще сумку такой интересной формы. И эта сумка хорошо поддержала джемпер. Плюс очки добавили стиля. Я, в общем, все вместе заиграла вот таким образом. Мне нравится результат. Офисный вариант, если нет дресс-кода. Этот образ по-своему хорош, интересный. Здесь также джемпер уже другого кроя. Свободные такие вальяжные штаны на кулиске. Высокая посадка. Опять-таки, все вещи вроде как пуанты. Все это не, ну, когда смотришь, да, по отдельности. Все это не сочетается. Но вместе это выглядит интересно. Не заезжено, да, так сказать. И добавила я здесь повязку на волосы. Эту повязку я покупала в H&M. Это уже, это моя. Я пришла сегодня, сегодня прохладно. Я пришла уже и надела повязку. Хорошего качества джемпер. У брюк высокая посадка. Они просто прямого кроя. Единственное, на мой рост метр шестьдесят пять. Здесь нужно убирать длины. Все мои параметры, девочки, напоминаю. Кому интересны, будут под этим видео. И также все ссылки на вещи, как всегда, ждут вас под этим видео. Джемпер. Такой еще момент. Размер XS. Смотрите, если вы носите, внизу надеваете широкие брюки, широкие джинсы, джинсы вайт, палаццо брюки. И тогда отлично. Вот такой джемпер подойдет к таким низам. То есть внизу вы свободное что-то более даете. Вверх можно тогда надевать вот такого плана свитер. Вот это вот точно так же работает. Если внизу вы обтягиваете, то вверх мы даем свободу. Брюки серые хорошо сели в размере, по-моему, эста. И эти брюки, это со стрелками размер 8. У меня размер 10, это эста. Но вот эти брюки в размере 8, XS, сели на меня идеально. Ну, хорошо. Поэтому, вот видите опять, больше мерят брюки. Джемпер, вот эти два, тот что и бежевый и этот, это такие вещи, которые подойдут, как я сказала, если вниз будет более, более что-то свободное вы наденете. Какие-то свободные брюки, широкие брюки, карго брюки, палаццо. Потому что вот вверх, ну как получается джемпер этот, он более короткий такой. Сумка маленькая, она как косметичка. У меня, кстати, ее клиентка покупала. Вот аксессуары, девочки, это все мои. Я очки покупала в Манго в прошлом году. И, как я сказала, резинка такая прикатажная из H&M. Дальше у нас образ, все то же самое, но здесь уже другая обувь, другая сумка и мото-куртка. В общем, все мне нравится, как и по отдельности, так и вместе, как я соединила. Та же самая рубашка, те же самые брюки, куртка, единственная, походу, мало мерит. Ну, как мало мерит. Она так и должна вот близко-близко к телу быть. Но мне не нравится такой результат, потому что если прям близко-близко к телу, то вы внутрь ничего не наденете. Поэтому я взяла куртку эту в размере М. Здесь любая может обувь быть, могут быть, кстати, лоферы такие массивные, а могут быть, вот на фото я показываю с лодочками, очень красиво, уже более женственный, более элегантный. Образ. Тут уже, видите, аксессуары, обувь дает образу настроения. Тут уже все зависит, что есть в вашем гардеробе. По вещам, по вещам, куртка, мотокуртка, как я сказала, я взяла на размер больше, в размере М, потому что в размере С внутрь вы вообще ничего не наденете. Будет результат, будет просто обтягивать ваше тело. Поэтому функциональность этой куртки небольшая, если вы купите самый маленький размер. Та же самая рубашка и тот же самый галстук. Все те же вещи, вы их уже видели. И я не сказала о костюме видовом. Вот я сейчас вам его покажу. Юбка длиной Макси, подъюбника у юбки нет, но материал довольно-таки, ну как, в средней плотности, он не тонкий. Вот, для костюма, в принципе, для костюма пойдет в размере М. Вот видите, вот а юбка наоборот, да, С мне будет, то есть, мал, в идеале подошел в размер М. Но вообще у меня низы, как я говорила, С. Куртка. Она такая вот, знаете, на прохладную весну, вот, на осень уже, наверное, холодно. Но вот сейчас еще можно носить в размере XS. Тут уже, смотрите, если хочется что-то посвободнее, можно и S взять. Как я сказала, туфли Мэри Джейн идут в размер в размер, но почему-то в большой палец мне они давили. Балетки классные, идут размер в размер. Ну, опять-таки, я бы лично для себя еще померила 38, потому что я чувствовала некомфортно. И сумка, это чуть побольше, металлик, вы знаете, все это актуально, под серебро, под золото, поэтому тут уже на любителя. Костюм, хорошего качества костюм. Я опять тут сочетаемые вещи с несочетаемыми. Такой костюм носят обычно внутрь джемпер классический какой-то, да, базовый или водолазка. Но я добавила интересную, интересный джемпер. И он сделал более современным образ. Еще сумку добавить и будет круто. Этот костюм хорошо носить с подкортами. Круто будет с подкортами. Или же сапоги-трубы могут быть. Если вы хотите женственный результат, добавляйте сапоги-трубы женственный, где есть каблук. Если нет, могут быть сапоги-трубы на платформе. Отлично подойдет образ в офис, если у вас нет дресс-кода. Лодочки могут быть какие-то, женственные. Женственная обувь, ботильоны, возможно. Дальше платье. Мне не понравилось. Единственный такой момент, что рукава три четверти, они не полной длины. Вот как-то, знаете, ни туда, ни сюда. Вроде, когда, если просто надеть босоножки и без колгот, тогда еще это будет более-менее. Но когда все-таки платье уже длинный рукав, но когда вы надеваете колготки или еще сапоги-трубы, то вот такая длина рукава выглядит странно. Поэтому режет прям вот глаз. Поэтому мне вот не нравится этот момент. А вообще, вот платье на запах, хорошая идея с точки коррекции, V-образный вырез, задумка хорошая, под кожу, мягкая кожа. Хорошего кроя платья. Ну вот единственный такой момент. Юбка. У юбки есть подъюбник. Но вот эта юбка в размере S в поясе и большой размер для меня. Поэтому мне нужен размер XS. Вот она получается в большей мере, это пятна, размер. Блейзер в размере S и отлично подошел мне размер S. M я однозначно не стану брать, потому что по длинам сильно будет длинный блейзер. Поэтому S отлично. Тот же самый джемпер, вы его уже видели. Платье по размеру в идеале мне нужен размер S. Потому что XS на мне был малый в плечах и в талии. Поэтому такой момент. Получается, платье идет размер в размер. У меня S, мне нужен размер S. Есть петелька внутри, все так надежно. Есть ремешок. Ну, это обычный запах. Ну и аксессуары. Кстати, с этим платьем можно бадпорты, можно сапоги-трубы. Вот с этим платьем может быть любая обувь, которая тут есть. И так же могут быть фуанты, могут быть балетки. Тут ли Мэри Джейн, тут уже. Я уже в зале, девочки. Я не могла пройти мимо, когда увидела этот тренчкоут. И мне хотелось примерить и обязательно вам его показать. Он мне очень понравился. Вот как раз сейчас носим. Он довольно-таки плотный. Вот реально плотный. Если вы, как я, любите многослойность, то внутрь можно добавить пуховик. Самые лучшие пуховики в Юнифло. Они тонкие, очень теплые, в составе пуху перо. Очень легкие. Вот добавляете внутрь пуховик и носите всю осень. Я так и делаю. Но покупайте только тренчкоут на размер больше, чтобы вы смогли еще внутрь надеть теплые вещи. Это у меня тренчкоут в размере S. Хорошая длина. Современный крой. Достаточно в нем свободы. В общем, хорошая вещь. Бомбер куртка. Я покупала бомбер свой в H&M. Темно-серого цвета. Это уже вот и в Манголь, и в новой коллекции. Здесь единственный размер S. Я бы, если честно, померила еще размер XS на свой рост. Ну, в принципе, неплохо размер S. Внутри худи и теплый свитер можно добавить. Так вот и петлица. Вот сейчас как раз эту куртку можно носить осенью. Пальто. Отличное пальто. Мне оно также очень и очень понравилось. Я состав не глянула, но походу я уверена. В составе есть шерсть. Такое женственное, элегантное. Его можно и с кроссовками носить. И можно более женственный образ собрать. Добавить юбку, платье, длину, мили, макси. Добавить сапоги, трубы. Или какие-то женственные ботильоны. И вот вы получите женственный элегантный образ. Очень хорошего качества пальто. Поэтому, если кто-то ищет что-то подобное. Вот, пожалуйста. Размеры, цены. Куртка Бомбер в размере S я ее примеряла. Ну, как я сказала, в идеале я бы еще померила размер XS. Если он вообще есть, но ничем. Плащ прекрасный. И круто еще то, что здесь, вот, знаете, такой бежевый. Но он не желто-бежевый, как обычно бывает. Это делают тренчкоу. Здесь такой приятный бежевый цвет. В размере S, вот, лично на свой рост я бы оставила размер S. И пальто это самый маленький размер XS. Походу, очень больше мерит. Поэтому, если вы девушка невысокого роста, как я, то нужно брать самый маленький размер. Я уже выходить и вот опять увидела эту сумку, задержалась и думаю, обязательно покажу. Классная сумка. Шопер. Супер. Она средняя, небольшая, не маленькая. Кому нужен в офис или просто вместительная сумка. Вот, пожалуйста. Супер. И очень хорошего качества. Это точно такая, но она малютка. Она уже маленькая по размеру. Вот эта вот вторая, что я показываю, точно такая, но она маленькая. Но тоже хорошая, тоже хорошего качества. Мне понравились эти сумки. Это огромная. Это вообще такая большая-большая. И вот еще хорошая. Эта сумка в стиле минимализм подойдет. И не только. Можно. А вот здесь есть скидка. Вот, круто. Хорошая сумка тоже имеет форму. Ну, все, девочки. Буду с вами прощаться. Напоминаю, ссылки на все вещи под этим видео. Если будут вопросы, пишите. Увидимся с вами на следующей неделе. Пока-пока.